Я Воложка, а не Рожка, Я не город, я крыльничка, Я купала в дачушку, Я Максимова сестричка, Заспевала сердце Дима. Нежно и негромко Виктория Смолко читает своим немногочисленным ученикам стихи. Ребята, между тем, слушают внимательно и чуть дыша. Поэзия из уст их молодой учительницы льется так легко и непринужденно, что не заслушаться невозможно. В средней школе номер 39 Виктория преподает в кружке дополнительного образования белорусский язык и литературу детям. Но не сдерживаемая программа использует свои методы. Она нам дает поштовочки. На них написано то, что она сочиняет. Она обучит нас много чего новому. Детям нравится. Добрая и мягкая наставница, тем не менее, умеет привлечь ребят. Те рассказывают о таких уроках друзьям. И вот класс постепенно пополняется новыми учениками. Здесь рассказывают про разных поэтов. И эта учительница, она сама сочиняет свои стихи. Нам рассказала. Мы услышали, как дети читают некоторые, которые уже много раз ходили. Мне понравилось. Как хороший педагог Виктория знает, что воспитывать и учить детей возможно только на личном примере. И с этим она, кажется, справляется на отлично. Она безупречно говорит на белорусском языке, а ее жизненная философия построена на том, что добро обязательно побеждает. Меня так привучили мои родные люди, мои наставники, мои батьки, что самое главное – бачить сердце. И тому я вот детей учу бачить сердце и разуметь музыку слова, так само и с сердцем. Отчувать. Моя самая главная миссия, задача – научить любить музыку слова, отчувать музыку слова, белорусскую музыку слова. И тому я с великой радостью делюсь с детками, приношу им паштовки с вершонятковой дюбки. И коли это их краная, коли их душа и сердце отгукаются, для меня больше узнагороды и не треба. У Виктории проблемы со зрением, она слабовидящая. Но то, чего она не видит глазами, она с лихвой компенсирует зорким сердцем. К слову, свой первый сборник стихов она так и назвала – «зоркому сердцу». Это своеобразное послание – письмо к тем, кто видит сердцем и смотрит на мир сквозь призму любви. Несмотря на проблемы со здоровьем, она успевает не только преподавать и писать свои стихи, или, как их называет сама Виктория, вершоняты, но также учится в аспирантуре Академии наук, пишет диссертацию по теории литературы, ищет глубокую связь между музыкой и поэзией. Ну а поэзия, создание собственных стихов, позволяет ей, по ее собственным словам, быть сильнее и воспринимать возникающие в жизни трудности не проблемами, а приключениями. Шлях письменницкий так само, не просто, и к любому шляху. Потому что это шлях узкий, это шлях выпробованию, выпробованию и прадьбы, конечно, наиперш самим собой. Но я выбрала этот шлях для того, как шукать, неастомно шукать на этом шляху любовь, добро, и как этим делиться. Я уже тут рассказывала, когда мне задают пытание, откуда приходят верши до меня, вот откуда они берутся. А я таймницей этой николи, николи не смогу расходить. Она нередко бывает на встречах с читателями, и те, кто не был ранее знаком с ее творчеством, уходят под впечатлением. Виктория умеет и растрогать, и вдохновить, подкупая своей искренностью. Читатель ведь нынче грамотный и требовательный, его и удивить чем-то сложно, но мы стараемся. Своего читателя мы любим и ценим, поэтому каждый месяц для него организовываем встречи с интересными и известными людьми нашего города. То есть с теми людьми, которые не безразличны к тому, что происходит в нашей жизни, которые достигли какого-то определенного мастерства в своих сферах деятельности. Конечно же, читателям нашим такие встречи по душе. Виктория говорит, что с детства слышала, чувствовала музыку любви и всегда хотела ею делиться. Став самым молодым писателем в Союзе писателей Беларуси, она продолжает создавать свои неповторимые, ни на кого не похожие стихи, где слова переливаются, подобно музыке. А ее стихи, говорит поэтесса, не просто для ума, они для души, которая хочет их услышать. Илана Табудила, Яна Мельниченко, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова